решили сделать костерчик мангале ну подогреть что-то там может мы взяли с собой валечка брала и заодно погреть ручки хотя не холодно ника есть что-то подбирать вот огонь пошел главное чтобы он схватил там мелкие дровишки под этим и крупными я все сразу наложил продукт а есть вот но чтобы он захватилась ну будем смотреть как этот костерчик работает потом посмотрим по мне так костерчик схватился вот валечка еще принесла ветки из орехов сухие которые попадали сейчас она собирает там где орехи наши растут сами орешки которые перезимовали ну а тут по моему не по моему уже видно что огонь взял силу над этим деревом и будет его сжигать вон дополнять его и будем греться и скоро будем делать перекус что-нибудь покушаем чудесной этой природе сельского такого плана и еще лучшей погоде я взял маленький бутербродик этим сало хорошее сало и шкурка в нем мягкая то есть можно ее спокойно жевать есть твердые шкурки весь мягком ну решил перекусить пока придет валентина есть люди которые не едят сало мы считают что сало является не чистой пищи но если бы она была не чистая пища кто наверно украина божья вымерла тысячу лет назад а так как в сале очень много полезных вещей я слышал что против рака даже на действует то мы будем кушать сало очень калорийная очень вкусная штука ну для евреев бог сказал чтобы он они не ели некоторые продукты ибо они не чистым но я хочу сказать что для евреев они не чисто я не еврей я христианин а поэтому руководствуясь писанием нового завета апостол павел как-то сказал все что покупаете на торгу ешьте без исследования помолитесь и еще другими словами и молитва веры она очищает продукт на всякой нечистоты поэтому христиане могут есть все иудеям запрещено есть сало ну выбирайте если вы христианин то есть и если вы иудей не есть и это и другое нисколько не приближает человека к богу вот варечка пришла она принесла так что не выскажите нам хорост из сада принесла в саду ореховом саду полно веток из которых можно сделать большой костер у нас немало сейчас принесу накрывание съедобное я уже съедобное ем сало ну вот так вот хорошо будем дальше отдыхать так что-то нам бог послал валечка принесла на импровизированный стол табуретку жареная картошечка потом салатик из красного буряка там зеленушка я вижу и куски мяса ребрышки там даже кости были ну кости для собачек ушли вот ну не знаю говядина по моему а мы все едим что свинина что говядина вот так что будем сейчас вкушать все вместе пищу костер 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 горит можно подбрасывать его дымок идет глаза то не за глаза красота вообще скажу так еще что мы люди люди вообще мы пашем днем и ночью готовы работать чтобы благоустроиться отдыхать зачастую просто нету времени или не умеем находить время чтобы вот просто не то что в безделии а в спокойствии такой души тела побыть где-то связаться с природой вот как роман свободного вообще один уходит в лес и там себе мурлычет о дополнение здесь уже хлеб яйца вареные насколько я понимаю вот сало ну и все что еще надо это мясо я сказал что это говядина правильно я сказал не обманули никого но такое такая экзотика так что присоединяйтесь к нам можно есть руками мясо брать хлеб а здесь считаются экологически чистые территории и соответственно мы в них пребывающие вот так валентина ого еще салфетка сыр а это чтоб коробочки соль нет а я я я я я я я я на этот добавить ну так вот никого же к нам не пристает она уже наелась а хотя бегает туды-сюды но хлеб он там видите уже куски мякушек хлеба уже не едят наелись и мясных продуктов куда ж там до хлеба еще экзотика экзотика дым импровизированные табулетки столы и продукты питания да походно не нам ничего не надо нам надо полкилограмма мяса поляна что было накрыто сало картошечка мясо ну шутка стрельнула как веточка летит порох на наш стол это полезно даже ну тут товарищи еще нам нечто принесли селедочка она замоченная замаринованная расскажите как вы мариновали селедочку может кому-то пригодится все знают интернет полон чудесных рецептов то есть совет один возьмите интернет и наберите вот такой стол лук соль сахар лимонный сок вода или рассол из помидор или огурчика горошек черный на сутки за приятный аппетит ходите на природу присылайте нам видео походы лайки можете не ставить валечка не гоняется хорошо приятно всем аппетита а нам то конечно с таким столом праздничным что-то горит уже под нашим столом ветка упала горит хоть бы стол не сгорел валентина забирай ветку горящую вот приятного аппетита ну что яйца вкрутую сварены яйца по-нормальному сварены вот валичка уже приступила вот она голодная барон мюнхаузен черныш черный барон котяра барон называется аника вот она сидит он убежал? ого пошла куда-то надумалась чего она там увидела? хорошо продолжаем ух ты горячий какой костер догорает валичка решила шампуры лень идти доставать не хочет вот на вилку и туда в огонь но огонь то огонь то уже загасший но там такая жаровня что будь здоров вот это смотри отсюда вот тут вот не могу держать ай ты что прямо жжет ну вот пожалуйста то близко не подходи так мясо вроде не берется ну мясо то готово это так валентина решила типа его подогреть чтоб было горячее да смотри только в рот не бери как я да я не собираюсь это я на потом ну вот так вот мы чуть-чуть перекусили и сейчас еще валентина докушает и наш такой сельский как правильно сказать обед нельзя сказать ауки будет завершен мы собираемся еще прикупить яиц пять десятков ого так весна началась весна куры понеслись танец игорем здесь же хозяину ну это это же яйца не из фабричные а домашние яйца вы чувствуете разницу или вы не знаете разницу хуторские люди знают разницу между заводскими яйцами которые мало там толку в них и натуральными яйцами курочек которые бегают по огородам и живут в селе они конечно дороже но нам то по благодати отпускают яйца в городе дороже общественные общественные даже дороже чем те которые мы тут покупаем хозяйские вот такая разница чувствуете как как мы имеем какое мы имеем благословение сколько десятков нам прятают пять десятков пять десятков пять десятков и картошки и картошки ну у нас есть картошка но нашим родичам вот по просьбе повезем тоже сельские картошки типа у них не хватило наверное у нас еще достаточно той которую мы выращиваем лично а вот родичей не хватает они решили прикупить у нас правда в обрез но все равно хватает вроде бы хватит если нет тоже будем покупать вот так вот мы гуляем так селедочка Валечка кушает селедочку да хорошая селедочка дайте проглотить селедочку дайте дайте человеку покушать спокойно и проглотить селедочку так ну мы будем вас просить интервью а что здесь интервью бери да кушай ага что по два куска что ну побыстрее смотрите чтоб не было этого слепания или периода так картошечка тоже уже конец дымок идет уже парочку ну ну там еще жар такой а вот сыр он не идет вот я всегда отмечал на всех вот торжествах там сыра наложат или колбасы а рядом мясо там всякие куры гуси утки там или там значит это и сыр лежит и его никто не ест он бедный засохнет и концу торжества его собирают и забирают хозяйки в свои холодильники для чего этот сыр нужен не знаю когда идут такие продукты как мясо в нашем случае еще сало яйца вот а то бывает же еще больше там котлеты там еще курочки уточки то куда там сыр ну сыр хороший вот если бы нечего было есть я бы кусочек с половинку съел бы fa что из слова уточки они это